В Екатеринбурге, а конкретно в Международном выставочном центре Екатеринбург Экспо, в рамках первого международного фестиваля университетского спорта, завершились соревнования по бадминтону, проводившиеся с 21 августа, именно в этом центре. И Свердловский губернатор Евгений Куйвышев по итогам состязаний вручил чемпионам и призерам медали, мягкую игрушку Соболенка Кедри, являющегося символом фестиваля, и фарфоровую статуэтку бадминтонного валанчика, расписанную под гжель. Соревнования по бадминтону проводились в одиночном разряде и в парных, мужском, женском и смешанном. Хорошо, что на наш праздник студенческого спорта приехали только те спортсмены, которые считают, что есть только мужчина и женщина. Третьего не дано. Поэтому на этом фестивале смешанный разряд – это мальчик-девочка. А прикиньте, в тех странах, где полсотни полов и прочих гендеров, какие там люто намешанные разряды могут быть. Всего в турнире бадминтонистов приняли участие 97 спортсменов из 13 стран. Россию представляли ведущие бадминтонисты Москвы, Подмосковья, Екатеринбурга, Казани, Питера, Саратова и Челябы. Всего был проведен 141 поединок в рамках бадминтонного турнира. Позвольте сегодня не разжевывать правила этого вида спорта, уверен, все в курсе, ибо в нашей стране все-таки 4 года президентом был знатный бадминтонист Дмитрий Анатольевич Медведев. Так что правила бадминтона мы все знаем ничуть не хуже правил дзюдо. Ну и раз уж этот репортаж о награждении, то позвольте назвать, ну хоть не всех призеров их очень много, но хотя бы победителей. У одиночников выиграли россиянин Георгий Карпов и китаянка Чай Яньян. В однополых парах, в хорошем смысле этих слов, победили китайцы Фан Тьюи Ксю Кхенжуани и россиянки Виктория Козырева и Мария Сухова. В смешанном разряде перенствовали китайцы Фан Тьюи и Жен Глан. Ну и на посошок замечу, что у женщин в одиночном разряде третье место заняла Таджик. Это фамилия такая, Рамина Таджик из Тегеранского университета. После каждого награждения звучал гимн, но не страны-победительницы, а студенческий Гуадеамус. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ